Бизнес на милостыне. В Черновцах общественные активисты разоблачили притон, обитатели которого несколько лет попрошайничали в городе. Людей с инвалидностью по всей стране собирал житель Закарпатья, арендовал жилье и отбирал у них часть денег. Сколько зарабатывал, таким образом узнавала Ольга Паломарюк. За группой попрошаек общественные активисты следили около трех лет, изучали места, где те собирают милостыню, посчитывали участников. И вот, наконец, нашли место, где те живут. Увиденным были шокированы. Двухкомнатный дом на окраине Черновцов. Внутри облезли стены, оконные рамы заклеены пленкой. Вместо дверей грязные простыни. Здесь жили как минимум 10 нищих. Их помещение арендовал 43-летний житель Закарпатья. Именно он и был организатором группы. Людей с инвалидностью собирал по всей стране и привозил сюда. Одного в Одессе, одного в Львове он нашел на территории города. Более рынков, в общественных местах, где они так же занимались братьями. Среди жильцов дома правоохранителя обнаружили и трехлетнего ребенка. Но девочку, скорее всего, к попрошайничеству не привлекали. Милостыню просила ее мама, 19-летняя жительница Закарпатья. За нашими данными фиксировалось, что была еще одна дитина. Раньше, а сейчас эта дитина перебивает вместе с матерью на территории Закарпатской области. Нашли в помещении и деньги, около 30 тысяч гривен. Все мелкими купюрами и монетами. Под замком организатор группы хранил паспорта некоторых подопечных. Но сами они уверяют, жить в таких условиях были не против. А может вы будете, может вам погрожить? Нет, нет, нет. Вам так добре, как вы жили на улице, вот это все, так? Слуги, ну и все. Всех участников группы увезли в больницу, сейчас их обследуют. Известно, что у одного из мужчин обнаружили туберкулез. Но вот открыть уголовное производство против организатора правоохранители не могут. Дескать, заниматься попрошайничеством он не заставлял. Но общественники требуют принять меры, ведь по их данным, руководитель группы планирует привезти в Черновцы еще нескольких человек с инвалидностью. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы.